Вдруг российская армия представляет миру другого русского богатыря. Зенитно-ракетный комплекс С-350 по имени Витязь. Рекламная кампания Витязя на российском телевидении началась в прошлом году. К прозвищу «Русский богатырь» добавились еще два не менее художественных. Русский Витязь – хозяин неба и убийца крылатых ракет. Российские источники называют его комплексом нового поколения. Но это неправильно. Это очень сильное преувеличение. Это модернизация комплекса С-300, очень старого, который начал разрабатываться еще в 60-е годы прошлого века. И производился, неоднократно модернизировался, производился до 2011 года. С-350 – это оружие противовоздушной обороны, созданной, чтобы сбивать самолеты и ракеты противника. Один зенитно-ракетный комплекс «Витязь» состоит из трех модулей. Пункта боевого управления – там находится командный состав радиолокационной станции, она пеленгует цель в небе, и пусковой установки с ракетами, которые цель уничтожают. Комплекс С-350 отличается от комплекса С-300 прежде всего тем, что на пусковых установках вместо четырех ракет располагается 12 ракет. Но за все успехи приходится чем-то платить. И платить пришлось тем, что эти ракеты, они меньше по размеру, меньше по весу, и, соответственно, они меньшей дальности. Максимальная дальность поражения ракеты «Витязя» – 60 километров. Например, ракеты комплекса С-400, который тоже есть в Крыму, могут попадать в цель на расстоянии 400 километров. Но у «Витязя» на полуострове будут другие задачи, предполагает военный эксперт Михаил Самусь. С-350 будут охотиться за «Байрактарами». В украинской армии эти дроны указывают цели ракетным комплексом «Нептун» в Черном море. Я думаю, что этот С-350, он сможет видеть «Байрактары», а тем более «Акинчи». Это большие беспилотники. И как раз для этого они и направляют этот новейший комплекс, который разрабатывался уже с использованием западных подходов. И я не исключаю, что западных технологий возможно. Разработка «Витязя» началась еще в 2007 году и ускорилась, когда компания российской оборонки выиграла тендер на изготовление С-350 для Южной Кореи. Она победила в этом тендере и разработала систему, концепцию которой, очень интересно, уже начали отрабатывать в рамках «Патриота», в рамках МИЦ, в рамках МСТ, это европейский проект. То есть мобильный универсальный комплекс противовоздушной обороны, который может работать и по баллистическим целям, и по крылатым ракетам, по традиционным, авиационным и по беспилотникам. В 2013-м «Витязь» впервые показали Владимиру Путину, а репортаж с презентацией готовила лично Ольга Скобеева. «Витязь» – это самоходная пусковая установка, работающая совместно со всеракурсным радаром и электронным сканированием пространства. В возможностях «Витязя» сомневается российский военный эксперт Юрий Федоров. Слабое место всех средств ПВО, и российских в частности, выявление малозаметных целей. Такими и являются современные дроны. Современные дроны, ну, типа «Байрактара» турецких, они очень малозаметны. Значит, для того, чтобы их сбить, их нужно увидеть в радиолокационной станции, нужно навести на них, значит, там, ракету, ну, прежде всего ракету, конечно, и тогда они легко сбиваются. Но дело в том, что они очень малозаметны. И вот это как раз делает их очень мощным оружием. Российский «Витязь» и сам может стать мишенью для украинских дронов «Камикадзе», предполагает Михаил Самусь. Это фактически небольшой летальный аппарат, который сам, то есть он сам попадает в цель. Это беспилотник с боевым комплектом, который самостоятельно наводится и самостоятельно уничтожает цель. Как это работает, показывает анимация разработчиков украинского беспилотника «Камикадзе» «Гром». Дрон обнаруживает наземную цель, а затем пикирует на нее. В январе украинские военные испытали другой беспилотник «Камикадзе» «Пилум» в виде бомбы-планера. Последний раз в боевых условиях дроны «Камикадзе» использовались Азербайджаном во время военной операции в Нагорном Карабахе в сентябре 2020-го. Как и многие другие страны, Украина взяла курс на вооружение беспилотниками. Закупку очередной партии «Байрактара» в следующем году анонсировал министр обороны Алексей Резников во время визита в зону операции объединенных сил на востоке Украины. Мы будем делать все, чтобы наша Украина была свободной и независимой. Мы выйдем на границы наши, признанные международно. И в Крыму, и в Севастополе, и в Донецкой, и в Луганской областях. Активность Киева, совместные учения Украины, США, Турции и Румынии в Черном море раскритиковал Владимир Путин и Российское оборонное ведомство. Сейчас Соединенные Штаты, их союзники по НАТО, проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения на акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украины силового решения конфликта на Юго-Востоке. По приказу Путина Россия начала разработку новых зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. С-350 «Витязь» приказано как можно скорее передать российским военным частям. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО про поставки вооруженной силы систем С-350, С-500, С-550. Две недели назад в Черное море зашел американский эсминец «Портер». При необходимости этот корабль может выпустить до 50 ракет. Такой обстрел российская система ПВО в Крыму не выдержит, предполагает Юрий Федоров. Это еще одна причина, почему новый и необстрелянный «Витязь» хотят перебросить на полуостров. Можно посчитать, что если летят 50 ракет, то крылатых ракет, то для того, чтобы сбить все 50 ракет, нужно же 100 ракет ПВО. Ну, с большей или меньшей вероятностью, с большей или меньшей надежностью. А такого количества ракет у комплексов С-300 и С-400 в Крыму просто нет. Потому что один залп этих самых С-400, ну, это примерно там 25-30 ракет. Значит, вот это самое слабое место российской системы ПВО не только в Крыму, но и на всем побережье Черного моря. Поэтому вот задача этого комплекса С-350 – как можно больше сбить приближающихся крылатых ракет противников. Сценарий военного конфликта «Пугающий Кремль», говорит эксперт, это уничтожение американскими бомбардировщиками Б-1Б «Ланцер» системы ПВО Крыма, далее вход флота США в Черное море и удар крылатыми ракетами по российским военным объектам на полуострове. Дмитрий Евчин, Крымреалия